Доброго времени суток! Представляю ваше внимание радиометр SRP88 серийный номер 2349 1991 года выпуска. Итак, включаем прибор. К сожалению, данная модификация напряжения на источниках питания не показывает, а переходит непосредственно в режим измерения. Но напряжение на источниках, то есть на батареях, можем посмотреть по отклонению стрелки на нижнем вспомогательном табло. Как мы видим, напряжение на элементах питания достаточное, поэтому мы переходим непосредственно в режим измерения. Режим изм. Первое показание на верхнем цифровом табло 25 импульсов в секунду. Надеюсь, близкое расположение источника света Второе показание 26 импульсов в секунду. Надеюсь, близкое расположение источника света не будет приносить некоторые неудобства при просмотре этого видео. Третье показание 28 импульсов в секунду. Попрошу обратить внимание, что показания на верхнем цифровом табло полностью коррелируют, то есть совпадают с показаниями стрелочного нижнего вспомогательного табло. Отклонение стрелки осуществляется на те же значения 25-26 импульсов в секунду. Поскольку блок детектирования расположен на столе и в источнике ионизирующего излучения не уткнут, то мы можем засвидетельствовать, что фон в месте проведения съемки равен 26-27-25 импульсов в секунду. Также хотел бы сказать, что поскольку камера в режиме макро находится и близкий источник света, все это установлено с тем, чтобы показать все преимущества, но более недостатки этого прибора. Поэтому, возможно, какие-то пылинки будут преломлять свет и делать вид, что прибор в более худшем состоянии. Попрошу сделать на это скидку, поскольку хочется показать прибор таким, какой он есть. Итак, переводим прибор в режим 2. В этом режиме, естественно, будет срабатывать сигнализация, поскольку диапазон установлен на первый поддиапазон. Диапазон 0.1. Переведя прибор в режим 4, сигнализация срабатывать не будет, поскольку показания достаточно низки и не превышают 40% порог от первого поддиапазона. От 0 до 1.10. Более того, в режиме 8 они тем более не будут превышать и сигнализация срабатывать не будет. И в режиме 0, режим трещотки, будет постоянная сигнализация каждого гамма-кванта, о чем можно свидетельствовать характерный треск прибора. То есть прибор характерно трещит. Я надеюсь, вам этот треск хорошо слышен. Итак, срабатывание штатной сигнализации мы проверили. Переводим прибор обратно в режим измерения и проведем тест прибора на источнике ионизирующего излучения. Под корпусом прибора, под знаком радиационной опасности, у прибора есть контрольный источник Кобаль-60. Поэтому сейчас уткнем блок детектирования в знак радиационной опасности и посмотрим за показаниями прибора. Сразу же по стрелке вспомогательного аналогового табло стрелочного можно сосвидетельствовать, что источник ионизирующего излучения, контрольный источник на приборе есть, и он достаточной активности. Итак, первое показание. 56 импульсов в секунду. Как мы видим, показания почти вдвое превышают фоновые показания. Второе показание. 56 импульсов в секунду. И третье. 59 импульсов в секунду. Три показания, близкие. Один относительно другого по значению дают вам возможность сделать вывод о мощности контрольного источника. Итак, работу прибора на контрольном источнике, на источнике ионизирующего излучения мы проверили. Выключаем прибор. Проведем внешний осмотр прибора. Итак, передняя фронтальная панель, как мы видим, в удовлетворительном состоянии. Механических повреждений, царапин значительных нет. Но вот здесь вот есть остаточные признаки коррозии и сама панель загрязнена в достаточной степени. Ручки переключения диапазонов, можно сказать, что ими пользовались неактивно, но следы использования прибора есть. Местами ручки затерты. Вот. Попрошу обратить внимание вот здесь. Само лакокрасочное покрытие прибора, в принципе, в хорошем состоянии. Эта грязь у нас, она стирается. Однако локально оно отсутствует, что выражается в виде вот здесь вот, на грани. Локальное отсутствие лакокрасочного покрытия. Вот здесь, на грани, на углу. Сверху на пульте лакокрасочное покрытие в норме. Здесь тоже в норме. Вот. Снизу тоже в норме. Ну, вот на гранях, надеюсь, вам видно, лакокрасочное покрытие отсутствует. И здесь маленькая есть маленький участок, который свидетельствует о том, что прибор хранился, может быть, может быть, во влажных условиях, либо работал. Остаточные признаки коррозии вот здесь под краской есть. Не более чем. И сзади на батарейном отсеке, видать, какая-то забывчивая свинья не выняла батарейки. Батарейки, скорее всего, потекли. На батарейном отсеке есть остатки коррозийных процессов, которые были в результате того, что батареи не были выняты. Так, серийный номер прибора 2349 1991 года выпуска. Я это озвучивал. Шнур. Шнур в превосходном состоянии, не растянут. Следов механических воздействий нет. Не перебит, не перегнут. Блок детектирования. Блок детектирования тоже в идеальном состоянии. Как мы видим, ручка, пластмасса ручки даже с заглушкой обычно ее теряет. Пластмасса не треснута, не расколота. Трещин нет. Механических царапин глубоких нет. И сам блок детектирования, как вы видите, тоже в хорошем состоянии. Работает телескопический режим, который мы можем зафиксировать. Вот так фиксация происходит. Вот такой вот радиометр SRP-88. Благодарю за внимание. Всех вам благ.